Республика заполярной экзотики. Видеоблог с таким названием опубликован на популярном YouTube-канале ByForeigners. Иностранцы путешествуют по России, делятся впечатлениями. Коми посчастливилось посетить афроамериканцу Фредерику. Он ел морожку, оленину, катался на вездеходе, качал нефть, а под конец прослезился. Александра Головина уже посмотрела выпуск. Привет всем! Меня зовут Фредерик. Сегодня я на севере Республики Коми, область контраста. Вот он, северный полярный круг, граница вечных дня и ночи. Солнце летом здесь не заходит за горизонт, а зимой не поднимается из-за него. Южный гость, похоже, впервые увидел столько снега. Согревают теплый чай и, конечно, добродушный прием. Первая точка пограничная. Ты сейчас находишься в приполярье, а я сейчас нахожусь в зоополярье. А воображаемая линия северного полярного круга вот проходит как раз по этому столу. Если я стою тогда, так и так, где я стою сейчас. Вот одной ногой ты в приполярье, а другой ногой в заполярье. Вот такой прикол. Вот кого-кого, а комара Фредерик здесь точно встретить не ожидал. Памятник самому популярному в северной тундре насекомому, пожалуй, одна из главных культурных достопримечательностей города. Но все же первенство за музеем Коми Акань. То есть кукла без лица. Это для нас, конечно, привычно. А вот африканскому блогеру все в диковинку. Живописный Новикбош, старая небольшая деревенька. Добраться до точки не получилось снега, намело уже много. Условия непроходимые. Пришлось пешком, да по глубоким сугробам. Еще и в кроссовках. На севере люди очень добрые. Мне уже подарить этого нового, пожалуйста, как называется? Валеньки, которые я могу одевать. Благодарю. И я его буду одеть с удовольствием и больше не буду замазывать. Потому что, боже, я так замез. Поэтому я даже сбежал в машину, чтобы сгрыться. Но настоящее испытание Фредерика начинается здесь, на вездеходе Зырянец, по непроходимой тундре. Сейчас будет страх. Сейчас будет страх? Да. Посмотрим. Сейчас будет Фред страх. Я видишь. Видишь? Нет! Нет, я упаду! Коми-кухня как отдельный вид искусства. Жаркое из оленины, шанишки, мороженого, травяной чая. Все только из печки, да посреди чума. Красота. Как его собирают? Он просто... Растет на болоте. Прямо на болоте? Да, да, да. Просто как мороженое. Очень вкусно. А еще первая попытка расколоть дрова, встать на лыжи и познакомиться поближе с нефтью. Впечатлений, конечно, много, наверное, поэтому и выпуск получился очень насыщенным на эмоции. Я этого не ожидал в этот город. Я думаю, здесь холодно, но кажется неправда. Между людьми это жара просто. Они красиво поют и еще танцуют. И ты прямо видишь, ты прямо, прямо видишь жара в глаз.